Новая система учета газа, как и за что теперь будут платить украинцы. В Украине переходят на европейские стандарты учета природного газа, и теперь потребление голубого топлива будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема в кубических метрах. Такое решение поддержали народные депутаты 2 ноября, проголосовав за принятие закона номер 2553. Что изменится для граждан, и как теперь придется платить за газ, читайте в материале ниже. Зачем изменили стандарты учета газа? Как говорится в пояснительной записке к проекту. Законы подхода к учету природного газа в Украине и странах ЕС отличаются. Из-за чего возникают определенные административные трудности при оформлении импортированного голубого топлива из Евросоюза, а также при закачке в газохранилище в режиме таможенного склада. Поэтому решили сделать унификацию. Отмечается, что учет природного газа в энергетических единицах к вторнику Че объективнее, поскольку так обеспечивается более корректное и справедливое. Ценообразование облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями. Что изменится для украинцев на практике. Теперь в платежках будут указываться данные, сколько было потреблено и в метрах кубических, и в единице измерения киловатт-час к вторнику Че. Потребители в Украине смогут не платить за некачественный газ или платить его меньшую. Стоимость. Новшество позволит гражданам менять поставщика газа легче, не потребуются справки от предыдущей компании, и смена будет возможна даже при наличии долга. Теперь котельные ОСМ будут приравнены к предприятиям теплокоммунэнергоэк, соответственно будут получать газ по цене 7,42 гривны. У регулятора НКРК будет иметь право установить тариф на газ для поставщика последней надежды, ПОН, соответственно около 600 тысяч домохозяйств смогут получать. Газ по цене не 16 гривен, а 7,96 гривны. Напомним ранее в Национальном банке Украины в новом прогнозе рассказали, что тарифы на свет будут расти на 20-25 процентов в год.